Аромат любви Молитва относится к тем явлениям, которые по своей природе неопределимы. Молитва – это аромат любви. Даже любви нельзя дать определение. Любовь как цветок – нечто осязаемое. Цветок можно увидеть, до него можно дотронуться, его можно понюхать, его можно воспринять органами чувств. С закрытыми глазами можно коснуться его и ощутить, какой он на ощупь, ощутить его мягкость. Можно увидеть его красоту. Она видима. Но молитва – как аромат, отданный ветрам, принесенный в дар небу. Она еще более неопределима, потому что ее нельзя увидеть, ее нельзя потрогать. С молитвой возможно лишь очень тонкое взаимодействие, в котором нет места словам, в котором нет ничего от философии, нет ничего от теологии. Лишь в молчании вашего сердца, в совершенном молчании сердца, вы можете узнать ее проблеск. Проблеск того, что такое молитва. Обычно молитвой называют нечто, не имеющее с молитвой ничего общего. Это замаскированное под молитву желание. Вы ходите в храм или в церковь и молитесь Богу. Богу, порожденному в вашем же воображении. Ваш Бог – не настоящий Бог. Это Бог христианский, Бог индуистский, Бог мусульманский. Как Бог может быть христианским, индуистским или мусульманским? Вы молитесь тому Богу, которого сами же и создали, или которого по вашему заказу создали для вас священники. Это игрушка, не истина. А что такое ваши молитвы? Те же самые желания. Вы хотите одного, другого, третьего. Чтобы получить желаемое, вы пытаетесь использовать Бога. Вас с самого детства учили определенным молитвам. И вы вызубрили их наизусть. Вас заставили их вызубрить. Молитва стала привычной, обыденной, машинальной. Вы повторяете ее старательно, но без всякого сердца. Ваша молитва безжизненна. Ваша молитва бездыханна, как труп. Да, когда Иисус называл Бога Авва, Он в буквальном смысле называл Его Отцом. Когда же вы, обращаясь к Богу, говорите «Отче», в ваших устах это ничего не значит. И разница между Его Авва и вашим Отче огромна. Ваши Отче только узаконенная условность, принятая в обществе формальность. В Авва сердце обращается к сердцу. Иисус относился к существованию как к источнику жизни. «Что такое молитва?» – спрашивает Иисус ученик. Иисус падает на колени и начинает молиться. «Я спрашивал, что такое молитва?» – говорит ученик. «Я не просил тебя молиться». «Никак по-другому нельзя», – отвечает Иисус. «Я могу молиться, и ты можешь участвовать». «Я приглашаю тебя участвовать в моей молитве». «Я не могу сказать, что такое молитва. Могу только войти в молитву. Потому что молитва – это состояние бытия, не какое-то действие, которое ты совершаешь». Лев Толстой написал замечательную историю. Трое русских святых прославились на всю страну. Сановник русской церкви, епископ, встревожился. И неудивительно. Не к нему идут люди, а к трем святым. Он даже не слышал их имен, какие они святые. Ведь в христианстве святой становится святым, только когда его признает церковь. Святой становится святым, когда церковь дает свою санкцию. Какой вздор! Неужели святой должен получить о своей святости удостоверение, выданное церковью, организованной религией священниками? Как будто святость можно присудить. Как будто она не связана с внутренним ростом. Как будто это назначение на какую-то государственную должность или присвоение ученой степени, или, например, звание почетного профессора в университете. Епископ был, разумеется, очень сердит. Он сел на корабль. Эти трое святых жили на другом берегу озера. И на корабле приплыл к ним. Трое святых сидели под деревом. Это были очень простые и необразованные люди, крестьяне. Они поклонились епископу в ноги, и он обрадовался. Вот сейчас я их наставлю на путь истины, подумала. Они люди безобидные, не какие-нибудь мятежники, как я опасался. И он спросил. Как это вы стали святыми? «Не знаем», — отвечали они. «Мы не знаем даже, что мы святые. Святыми нас прозвали люди, и сколько мы их не разобеждаем, сколько не говорим, что мы простые люди, они не слушают. Чем больше мы спорим и возражаем, тем больше нам поклоняются. Видно, мы и возразить толком не умеем». Епископ обрадовался еще больше. «А как вы молитесь Богу?» — спросил он. «Знаете ли вы молитву Божию?» Они переглянулись, поглядели один на другого, другой на третьего. «Скажи ты». «Нет, лучше ты». «Да рассказывайте, как вы молитесь», — потребовал епископ. «Говорите, отче наш, или нет?» «По правде сказать», — отвечали они. «Мы молитвы никакой не знаем. Мы сами придумали себе молитву, а теперь не решаемся тебе пересказывать. Но раз ты требуешь, нам ничего другого не остается». «Мы слышали, что Бог есть Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Нас трое, их тоже трое. Вот мы и придумали такую молитву. Трое вас, трое нас. Помилуй нас». «Что за ерунда», — сказал епископ. «Разве так молятся?» «Сейчас я вас, дураков, научу правильно молиться». И он сказал им «Отче наш». Бедняги попросили. «Сделай милость, повтори еще разок. Мы ведь люди необразованные, можем перепутать». Он повторил, но они говорят снова. «Еще разок ради Троицы, ведь нас тоже трое. Повтори хотя бы трижды». Он повторил еще и вернулся на корабль довольный. Корабль давно уже снялся с якоря и поплыл. Как вдруг епископ изымился. Изымился кончик корабля. Эти трое святых бежали по воде за ними следом. «Обожди», — просили они. «Повтори молитву еще раз. Мы забыли твое учение». Теперь настала очередь епископа кланиться им в ноги. Он поклонился им и сказал. «Забудьте все мое учение. Вашу молитву услышит Бог. Моя же еще не услышана. Не мне учить вас молиться. Простите меня, дурака, и продолжайте все по-прежнему». Молитва — это состояние простоты. Она принадлежит не словам, но молчанию. Великий еврейский философ Мартин Бубер говорит, что молитва — это отношение между «я» и «ты». Он не прав. Он ничего не знает о молитве. Отношение между «я» и «ты». В молитве нет никакого «я». В молитве нет никакого «ты». Молитва не диалог между «я» и «ты». Молитва — это слияние. «Я» исчезает в «ты». «Ты» исчезает в «я». Никого нет, и некому обращаться, и обращаться некому. Молитва — это река, исчезающая в океане. Молитва — это капля росы, скользящая в озеро с листа лотоса. «Когда ранним утром вы видите восход солнца, смотрите в молчании, и внутри вас тоже начинается восход — это молитва. Когда птица парит в небе, и вы парите в небе, и вы забыли, что вы отдельны — это молитва. И везде, где исчезает разделенность, возникает молитва. Когда вы становитесь едины с существованием, с вселенским целым — это молитва. Быть в эго — значит быть без молитвы. Быть без эго — значит быть в молитве. Это не диалог и даже не монолог. Это не сказанное молчание, где нет места славам. Это бескрайнее безмолвное небо, без облаков, без мыслей. В молитве вы не индуисты, не христиане, не мусульмане. В молитве вас нет. В молитве есть Бог. В молитве 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok